Всем привет! Мы абсолютно уверены, что каждый из вас любит смотреть мультфильмы. Если скажете, что нет, мы вам не очень-то и поверим, ведь что может быть лучше, чем на несколько минут снова удариться в детство? Наверняка, наблюдая за любимыми персонажами, вы не замечаете каких-то мелких деталей на втором плане, нюансов второстепенных героев и не обращаете внимания, что какой-нибудь мультяшный персонаж появился не на своем месте. Поэтому специально для вас мы решили посмотреть несколько популярных мультфильмов и немного поковыряться в некоторых мелких и незаметных деталях, которые вы, скорее всего, раньше не замечали. Итак, это семь странных явлений, которые были замечены в мультфильмах. Поехали! Гости из соседних премьер. Как нам удалось выяснить, величайшим из шутников-мультипликаторов был Уолт Дисней, поэтому практически во всех мультфильмах одноименной студии присутствуют персонажи из других мультфильмов. Ну-ка скажите нам, замечали ли вы когда-нибудь, например, в Аладине чудовище из мультфильма «Красавица и чудовище», а в корпорации монстров «Рыбку Немо»? Мы уверены, что лишь немногие из вас обладают таким зорким глазом. Вот вам, кстати, еще несколько примеров таких мультяшных пряток. Посмотрите, в сценах мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» можно увидеть волшебный ковер Аладдина, красавицу из «Красавица и чудовище» и пумбу из «Короля льва». А вот сцена из мультфильма «Геркулес». Шкура убитого немейского льва удивительно похожа на шрама из мультфильма «Король лев». Как считаете? В мультфильм «Лила и стич» пришел в гости слоненок Дамбо, который расположился на мольберте. В «Холодном сердце» также не обошлось без появления гостей из самых разных мультфильмов. Например, на балу в замке были замечены «Рапунцель и Флинн» из мультфильма «Рапунцель. Запутанная история», а заодно Тиана и новин из «Принцессой лягушки», а также известная всем «Золушка». В другой сцене, где принцесса Анна покупает зимние сапоги, сбоку на столе у торговца стоит фигурка зеленого монстра Майка Вазовски из корпорации «Монстров». Микки Маус везде Почти 89 лет назад Уолл Дисней не мог и представить того, что наивный и рассеянный мышонок станет не просто знаменитым и любимым всеми зрителями, но и будет олицетворять собой всю мультипликацию, станет символом детства и будет украшать своими ушками самый крупный в мире парк развлечений. И несмотря на то, что образ этого мышонка существует уже достаточно давно, Микки нам все еще не надоедает. Так, а теперь о главном и самом интересном. Во многих мультфильмах компании Дисней имеет место быть такая интересная штука, которая зовется феноменом скрытого Микки. Проявляется он в том, что во многих мультфильмах в кадре неожиданно появляется тень головы мышонка, или же какой-то предмет изображается в ее форме. Вот, полюбуйтесь. Перед вами кадр из Золушки, где мыльные пузыри напоминают голову Микки. А вот падение пумбы с водопада. Посмотрите, да это же Микки-камни! Ну а сейчас перед вами подводное царство и его повелитель Тритон с дельфинами на поводьях. Всюду подводные жители встречают своего царя. А нет, погодите-ка, кто это там стоит? Как вы уже наверняка догадались, Микки умудрился засветиться и там. Если с мультфильмами все понятно, то что вы скажете на то, что мышонок не обделил вниманием и популярное кино про пиратов Карибского моря? Причем этот герой появляется в каждом фильме везде, где только можно. Нужно лишь присмотреться повнимательнее. Тайное сообщество А-113. Посмотрите на эти кадры. Смогли ли вы увидеть какую-нибудь деталь, которая присутствует в каждом из этих мультфильмов? Нам кажется, только самые внимательные заметили здесь загадочное число и букву. Да что уж там, и сами мы, если честно, не сразу их присмотрели. Таинственный знак А-113 появляется во многих известных мультфильмах, кадры из которых мы вам только что показали. Внимательные зрители, кому удалось заметить этот знак, стали строить мистические теории и предполагать наличие некого 25-го кадра, спрятанного в мультфильмах. Однако аниматоры все же раскрыли секрет. А-113 — это просто номер одной из комнат в Калифорнийском институте искусств. Там проходило обучение многих голливудских специалистов в области анимации и графического дизайна. Так что теперь вы с уверенностью сможете определить, делал ли товарищ аниматоров Дисней графику к другим известным мультфильмам и кино. Скрытые подсказки. Внимание, сейчас придется снова сосредоточиться, поэтому отложите ненадолго свои вкусняшки в сторону и будьте готовы поставить видео на паузу, чтобы точно не пропустить нужный момент. Как вы уже, наверное, успели убедиться, мультфильмы студии Дисней любят оставлять ссылки друг на друга. Но все ли из них вы видели? Каждый мультфильм как бы оставляет подсказку на другой, чтобы его тоже посмотрели. Попробуем немного в этом разобраться и начнем с одного из последних мультфильмов — «В поисках Доли». Среди детей, столпившихся возле аквариума, можно разглядеть подозрительно знакомое лицо. Это Райли, главная героиня головоломки. Теперь давайте посмотрим, что создатели спрятали в самом мультфильме про эмоции. Вот воспоминания героини статуя динозавра, которая выглядит точь-в-точь, как ящер-чащер из хорошего динозавра. Другого персонажа этого мультфильма, динозаврика по имени Арло, можно заметить среди игрушек в корпорации монстров. А главного героя этой пугающе милой ленты аниматоры нарисовали на дно из дощечек в хижине старой ведьмы в храбрый сердцем. Вы только посмотрите, какой он очаровательный. В свою очередь, изображение гобелена королевской семьи оказалось в тачках, а копия молнии Макуина лежит на полу в истории «Игрушек 3». И это далеко не все совпадения. Поэтому, если вам давно хотелось пересмотреть любимые мультфильмы, то самое время сделать это. Возможно, вы найдете там что-то, чего мы не заметили. Принц южных островов. А вот в мультфильме «Город героев», который вышел на экраны в 2014 году, неожиданно отметились сразу два персонажа, вообще никак не связанные с его героями. Смотрите сами. Вот Хира и Бэймакс совершают свой первый полет над городом. И что это там на фоне? Да это же снеговик Олаф из «Холодного сердца». Похоже, в мире будущего он достаточно популярен, раз его статуя стоит на одной из улиц. Впрочем, мы хотели рассказать не о нем. Вернее, не только о нем. Ладно-ладно, нам тоже очень симпатичен обаятельный снежный весельчак. Но, как мы уже сказали, в этот мультфильм пробрался еще один герой приключений Эльзы и ее сестры. Вернее, даже злодей. Присмотритесь, чья это фотография висит на доске в полицейском участке? Похоже, этого человека объявили в розыск. Но мы, например, совершенно не удивлены. Ведь это принц Ханс с южных островов. Вот уж кто точно заслуживает стать мишенью для правосудия. Правда, в «Городе героев» его образ довольно, скажем так, неоднозначный. Посудите сами. Вот он в числе разыскиваемых преступников. А вот его скульптура уже стоит в одном из парков. Ну, некоторое время стоит. Заблудившиеся герои. Как вы уже поняли, если смотреть мультфильмы Диснея достаточно внимательно, можно заметить много интересных штуковин. И мы сейчас не только про отсылки к другим продуктам этой кинокомпании. Например, в нескольких мультфильмах студии Pixar можно обнаружить знакомый всем логотип надкусанного яблока. Вот смотрите, он на капоте одного из автомобилей в фильме «Тачки». Казалось бы, что он тут делает? А все дело вот в чем. В 1986 году Стив Джобс выкупил Pixar у Джорджа Лукаса и превратил его в самую успешную анимационную студию за всю историю кинематографа. Уже потом она досталась Диснею. Но традиция отдавать дань уважения основателю компании Apple осталась. Например, в истории «Игрушек 3» герои пользуются браузером Safari. Кстати, это не единственная подобная немультяшная отсылка Диснея. Как насчет узора на ковре из фильма «Сияние»? Согласны, наверное, не самый милый элемент для детского мультфильма. Но чтобы рассмотреть его, нужно действительно хорошо приглядеться, а заодно быть знакомым с творчеством Стэнли Кубрика. Засветился в истории про живых игрушек и Стивен Спилберг вместе со своим парком юрского периода. Знакомый кадр с бегущим Терексом в боковом зеркале автомобиля? Ну, конечно же, кто же его не узнает? Говорят, что сам Спилберг очень гордится тем, что его работы находят отражение в мультфильмах Диснея, и мы его отлично понимаем. Босс Малакасос Ну и напоследок присмотримся к одному конкретному мультфильму под названием «Босс Малакасос». Вы наверняка успели его посмотреть, но даже если нет, не расстраивайтесь, мы вам все объясним и постараемся обойтись без спойлеров. В одной из сцен главные герои пробираются в логово противника, чтобы украсть его последнюю секретную разработку. И в тот самый момент, когда заветная папка оказывается у них в руках, тумбочка, на которой она стояла, вдруг начинает медленно уезжать вниз. Вам ничего не напоминает эта сцена? Совершенно верно, это отсылка к приключениям Индианы Джонса, и, как и в оригинальном фильме, здесь механизм тоже запускает хитрую систему ловушек. Впрочем, не будем раскрывать вам всех секретов, а лучше перейдем к следующей отсылке, потому что в «Боссе Малакасосе» их накопилось немало. Вот, например, страшная няня носит характерную шляпку, да еще и спускается по воздуху на зонтике. Ну, совсем как Мэри Поппинс, няня-волшебница из сказок английской писательницы Памелы Треворс. Но если эта отсылка показалась вам не очень явной, вот еще один момент, который вы наверняка узнаете. Малыш-босс собирает своего старшего брата Тима, укладывает ему волосы гелем и не забывает хорошенько отшлепать по щекам, использовав лосьон после гритья. И мы все, само собой, уже видели подобную сцену в знаменитом фильме «Один дома» с участием Маколия Калкина. Ну, вы ее знаете, тот самый крик. Теперь ваша очередь рассказывать нам, что интересного вы замечали в мультфильмах. Ну и, как всегда, мы ждем ваш лайк, потому что мы очень старались, делая это видео для вас. Любишь крутые и зрелищные эксперименты? Тогда заходи на этот канал. Там ты найдешь кучу полезных лайфхаков и много крутых самоделок, которые точно не оставят тебя равнодушным. Подписывайся и сможешь удивить своих друзей. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение. До новых встреч!